Горько! Лето ярких ощущений продолжается. Давай поженимся, счастье по наследству. Такую сыграть нельзя, вот такую счастье, как у Аллы сыграть нельзя. Два поколения встретятся. Мама с папой вложили в нас всю любовь, заботу. Готов спасибо сказать родителям, что так воспитали, уберегли. Родители раскроют свои секреты долголетия в браке. Он встаёт очень рано, поэтому завтрак – это его дело. От души живём здесь. От души гуляем. Кто приходит в гости, всех мы принимаем. Расскажут, как справиться с изменами и разлукой. Если любит, то значит простит. Старшее поколение докажет, что женатые счастливее холостых. Здравствуйте, я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Станислав, Максим и Владислав. А невеста у нас Мария. Мария, 22 года. За год отношений её возлюбленный и строгательного романтика превратился в агрессивного хама, от которого пришлось спасаться бегством. Мария – учитель начальных классов. Гордится двумя высшими образованиями. Мечтает о такой семье, как у родителей. Предупреждает, что её будущий муж уже заранее должен любить свою тёщу. Мария не обратит внимания на худого обладателя татуировок и пирсинга и никогда не переедет с избранником в Норильск. Выйдет замуж за обладателя небольшого животика, автомобиля и стабильного дохода. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Я уже буду сейчас в райдер впишу, чтобы запретить, запретить приходить с едой к нам на программу. Так я же говорила, это плохая идея. Это хорошее дело. Ну а как это же? Это хлеб, соль, как говорить. Ну что ж, Лариса, это издержки нашей профессии. А ты как думала? Ну это невозможно. Люди же с чистым сердцем. Правда, мама? Всю ночь пекла вода. Это не мама. Это не мама. Вы маме не приписывайте мои труды. Тем более в любви такого прекрасного светлого праздника. День семьи, любви и верности. Хорошая, симпатичная девушка. Видно, что из хорошей семьи. Конечно, у нас программа о любви. Но всё больше к нам приходят люди одинокие. И истории у них как-то все грустные и печальные. Ну понимаете, да? О разводах, о расставаниях и так далее. Но ваши родители прожили вместе сколько лет? 25. Всего? Детки у нас поздние, потому что брак у нас был поздний. Поэтому вот так вот всё получилось. Позднее. Во сколько дочь народилась? Сколько маме было? 35. И я этим горжусь. А сколько ещё у вас деток? Ещё есть сын старший. Ага, старший. Потому что Машенька младшая у вас. Видишь, семья 25 лет вместе. Пример хороший. Пример, да. Значит, есть к чему стремиться. Слушайте, но брак это же единственный у вас? Да. Или были пробные до этого? Нет, у меня единственный. Вы знаете, даже была такая шутка. Ну как, это не шутка. Мне папа как-то рассказывал. Дело в том, они, значит, в преддверии свадьбы. Уже месяц до свадьбы остаётся. Ну и мама папе говорит, Саш, да ты знаешь, мне 30 лет, и я ещё девочка. А чё-то правильно. Во как повезло папе-то. Да, и вот до сих пор вспоминают. Да, до сих пор вспоминают это. И вот у меня такой какой-то эталон семьи вот сложился. Именно благодаря... А уж вы-то в 22 года, естественно, мы даже эту тему затрагивать не будем. Естественно. Естественно, нет? Естественно, да. Вот. То есть вы невинны? Ну да. Молодец, молодец. Нет, а в чём смысле тогда свадьбы? Тогда умаляется белое платье, белая фата. Потому что символика платья, она и заключается в том, что невеста, неизведанная несёт какой-то... Это фата как раз символ невинности. И зачем венчать свою голову фатой, заведомо обманывая себя, всех гостей свадьбы? Ну я считаю, это глупо. Не знаю. Господи, а где таких, как говорится, ростят? Здрасте, а я? А просидел со мной лет десять уже. Вот она. И сидит эта. Я ж дочку тоже невинной выдавал. Ты чё, мать? Целомудренность в наше время это редкость. На самом деле симпатичная. Видимо, умеет готовить, раз с кексами пришла. А сейчас, наоборот, ставят в заслугу, что она, понимаете, не пьёт, не курит, значит, не сквернословит. Это вся вот эта заслуга. Да я говорю, что это догма такая девичья. Умничка, люблю же, мама. Я вас обожаю. Александр, долго Антонину обхаживали-то? Ну пришлось, да. Там был определённый отрезок времени. И мне даже как-то казалось, ну, холодновато она как-то. Вот да, я-то там встречалась я с девочками. Ну как-то они были какие-то сентиментальные, там, эмоциональные. А вы ровесники? Да. А ты справляли уже серебряную эту? Да, вот в прошлом году была серебряная. Ну и мы хоть с опозданием тоже вас поздравляем. Спасибо большое. Она на маму больше похожа. Она на папу меньше, она вот на маму. Именно и стиль в одежде тоже. Да, да. Волосы чёрные. Ты должен понравиться. У нас тоже хорошая семья. Давайте проверим, как они прожили-то это. Серебряная свадьба хорошо, я его сейчас тестировать буду. Перед всем честным народом. Так, выходим на сцену. Наши молдажомы, даже не молдажомы, хотя 25 рубеж всё сначала. Да. Вот что страшно, Лариса. Вот поворачиваемся к честному Люду лицом. А первый тест вот сюда, да. Ой, но покушать-то мы любим, ничего себе. А как проверяют на свадьбе, кто в доме хозяин будет? Ну, кто первый, наверное. Так, кто первый. Значит, так, кусаем. Пап, как ты любишь, ну ты с ливером. Давай. Господи, а как вы 20 лет-то прожили. Красивый пирог. Вот так кусает, вот кусает вот так. Зубы только там новые. Роза, конечно, блин, она там, просто такой, говорит, пальчик даже по локоти просто. А то показал, как надо. Теперь готовность к внукам. Кого хотим? Держи. Мам, и внук, и внучка. Значит, правила такие. Кто больше надует, и в зависимости от того, какого цвета будет, мы поймём, кто у вас будет первый. Понятно. Внучок или внучка. Понятно. Так, приготовились? Так, лёгкие приготовили. На старт. Внимание. Поехали. Ну давай, ладно, давай, 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 давай. Ох, ну лавчит, ты посмотри. Тикатика, давай, давай. Внушку давай, давай, внучку, внучку. Нет, ну хорошо. В общем будет и внука, и внушка. multiplying, а? А ты кого хочешь? И мальчика, и девочку. Нет, девочек не хватает в нашей семье. Горько, горько, горько. Горько! Горько! Ладно. Вы бы видели, как Мария на все это смотрела. Вы прям как будто вам 17 лет. Антонина, Антонина, ревнуете мужа? Да. Да? Наверное, одиночки-то заглядываются, подружки-одиночки? Заглядываются. А не загуливал за эти годы? Ни разу не изменял, не был? Отвечаю, отвечаю. Так не будем вдаваться в подруг? Как же не будем? Нет, нет, не было. Значит, загуливал. Подозрительно, что такая красивая девушка в свои 22 года, и не было у нее там таких серьезных... Подожди, два высших образования. Я помню, вот эти люди как-то были. Как-то понять, некогда всегда есть. Я, кстати, спрашивала у мамы, говорю, мам, вот если вдруг вот такое случается, как быть? Сохранять семью или все, развод, и не нужен ты мне сто лет, до свидания. Вот, мама, она была в замешательстве, она говорит, доченька, вот как тебе сердце твое? Может, сейчас скажете все-таки? Прочесном народе. Если любит, то значит простит. И ситуации разные бывают. Физиология все-таки берет иногда свое. Это невизуальный подход, конечно. Какого хотите? Чтобы Любой сердцу был, чтобы меня любили. А Люба, ты кто? Черненький, беленький, с кубиками, с пузиком? И с кубиками, и с пузиками, не важно. А если уже с прошлым был женат и детки? Нет, нет, точно нет. Вот это принципиально. С чистого листа, чтобы никакого прошлого. Да, а то, извините, им подавай, чтобы и ноги от ушей, чтобы никакого прошлого, ни детей, ни браков. А сам я, значит, три раза женат, разведен и десять детей. Тогда вот что я могу девочке рекомендовать. Я прям четко, уж не знаю, вы там что-то стесняете. Я понимаю, конечно, телевидение, первый раз в студии, вы там стеснение. А я без стеснения, я так и свою замуж выдавал. Значит, всем женихам одно буду говорить. Ну, помимо всего остального, сколько там за душу и все остальное. Значит, сколько с вами за ручку ходить? Месяц только. Ну, значит, пускай в театр сходите, в кино сходите. И дальше у вас вопрос открытый стоит. Либо ты ведешь ее в ЗАГС, либо до свидос. То есть месяц, да? Будут ждать. Не каждый сможет, но должна быть искренне большая любовь. Это не то, что я такая оценичная. Это ваше, мое. Да, 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 Роза имеет право, да. Вот смотрите, что я вам хочу сказать. Я против распутства. Я против распутства, потому что мой парень, мой пацан, верный, ну, просто невозможно. Первая девушка, единственная, с 17 лет, они 7 лет вместе. И, понимаете, да? Я очень уважаю ЗАГС за это их обоих. Времена изменились, все очень индивидуально. Они живут вместе, они друг друга хорошо знают. И у них все естественно, как бы, да, к свадьбе. Если вы месяц будете встречаться, конечно, вы не узнаете за это время. Не узнаете, и вы можете попасть в большую беду. И зачем вам потом одной, с ребенком, понимаете? Ну, это все. Да, это первое. Если вы будете год с ним встречаться, вы даже себе не фантазируете, что он вам не будет изменять. Конечно, будет. Поэтому мы можем сейчас фантазировать все, что угодно. Либо вы вот влюбляетесь и понимаете, что это хороший парень, и парень этот ваш. И родители сговорились, и вы съезжаетесь, чтобы не бегать за ним и не выслеживать, с кем он там. Понимаете, грязь не таскал он, а будет это. Либо месяц, но тогда на свой страх и риск. Ну, она видно, что она такая там вот не московская, как бывает, там губы накачать, одеться поярче, а такая простая, домашняя. Да, да, точно. Мужчина нам нужен активный, спортивный, бескомпромиссный, смелый. Если вдвоем будете оба такими же активными, слишком ярко будете искрить. Петр и Февроний ассоциируются с ромашками. Я сегодня принесла букетик ромашек. Хочу, чтобы мы на них погадали. Берете ромашку, но я надеюсь, что вы нам свое желание скажете, иначе шансы, что сбудется, будут меньше. Сжимаете и передаете мне, а я расскажу, при каких условиях сбудется. Мужчина мне тоже. Конечно. А я пока раздаю все ромашки, а скажи, пожалуйста, а почему... Желание сейчас нужно загадать, да. Почему именно ромашка является символом вот этого праздника? Ну, вообще ромашка... Да, день семьи, любви. Вообще ромашка, символ еще языческий, это символ солнца, природа пробуждается. Давай, тут сейчас он уже испортится, уже от жемания. В общем, загадываю желание, Василис, сжимаю. Сбудется при финансовых вложениях. Давай. Ну, я на бюджеты не рассчитывала. Понятно. Ну, что там? Так. Гадалка на доверие. Вам нужно для того, чтобы желание реализовалось, а что вы загадали? Ну, говорите, а то не замуж выйти загадала. Вам нужно активнее строить коммуникацию, вы мало общаетесь, у вас узкий круг общения. Ой, мужик, мне нужен дом строю, понимаешь? Хороший желание. А ты мне сейчас скажешь, будет он меня строителем, и не будет. На. О. Просто, знаешь, твое желание, ну, мало вероятно, чтобы сбылось, оно может сбыться, если тебе поможет какая-то рабочая, профессиональная ситуация. Я думаю, что если только первый канал тебя будет замуж выдавать, вот я сейчас тут. Ты должен победить. Прямо у тебя нет других вариантов. Не он, а мы. Мы тут команда сегодня. Ну, да. Знакомьтесь с первым женихом. Удачи вам. Иди, милая. Здравствуй. Приятно познакомиться. Очень хотелось бы пообщаться с тобой побольше. Спасибо. Спасибо. Пойдем, я тебя провожу. Станислав, 27 лет. Управляющий в развлекательном центре для детей. Гордится тем, что в 18 лет купил иномарку, а в 24 квартиру в Москве. Играет на электрогитаре и занимается тяжелой атлетикой. Предупреждает, что все заработанные им деньги будут уходить на покупку недвижимости. Один лишь только намек на замужество стал для избранницы Станислава поводом к расставанию. Надеется, что Мария готова к серьезным отношениям. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Вы тоже с мамой. А папа есть? Да. Папа есть, да. А где он? Ну, он работает врачом, и у него большая запись по пациентам. Он не смог, к сожалению. Вы на маму очень похожи. Счастливы будете. Москвичи? Да. А вы чем занимаетесь? Вы не врач? Нет, я работала очень долго директором по персоналу. Сейчас я вырастила детей и перешла на более свободный график в профессии. Как здорово. Поддаю недвижимость. Интеллигентная московская семья. Папа – врач. То есть все, детки будут всегда. Не надо будет никого искать. Никогда. Связи есть. Какое счастье. Прекрасная семья. Интеллигентное лицо. Почему от вас невеста сбежала? Ну, как получилось. Вот если тебе сказать честно, положить руку на ее сердце, я тебе могу сказать одну простую вещь. Вот если посмотреть по темпераменту, что она хочет и какая она сама есть, то он для нее в данный момент идеальный вариант. И через три месяца она уехала в детский лагерь, в вожатый. Да, она поехала в вожатый работать. Вы созванивали сегодня средства коммуникации. Боже мой, болтай, снимайся, общайся бесплатно. Да, соцсети, телефоны. Конечно. Поначалу созванивались мы каждый день, то есть все было нормально. Объясню, когда вожатый едет, да, человек, он едет на месяц как минимум. То есть это не неделя, срок говорит. Я-то это все понимаю, да, и что случилось? Я по фотографиям понял, что все не просто так, что она в соцсетях, что она просто занята. Во-первых, она почему-то на море красилась. То есть если она, допустим... Шерлок Холмс. Ну, понятно, если она в Москве вообще не носила макияж, почему-то на море она вдруг и накрасилась, и губы у нее, и глаза, и это солнце, во-первых. Вот вы ревнивец, а? Нет, нет, он просто все правильно рассуждает, конечно. Вот я говорю, у меня нету цели взять сейчас прям, выйти как рыцарь там, завоевать и сказать, все, ты меня не подходит. Ну, ну ты сможешь так делать. Я могу так сделать, я могу так сделать. Давай так и сделаем. А потом уже решим. Потом начали появляться какие-то фотографии, где они всем отрядом уже, то есть все вожатые. И она на всех этих фотографиях с одним и тем же парнем стоит. И он ее так приподнимает, приобнимает. Ну, естественно, в общем-то много ума не надо, чтобы сообразить, что у нее там. Да, чтобы сложить. Где она сейчас, эта девушка? Не общаюсь сейчас с ней. Ты же ей намекал на детей. Да, то есть мы, вот я как раз к этому подводил, то, что мы жили вместе. И, конечно, я буду говорить про детей, про семью, то, что у меня как бы и квартира есть, и машина, пора бы уже. А она не захотела замуж, да? В случае такой, конечно, измена, это не очень приятно, но это жизнь, такое бывает. Смотрите, Мария, наоборот, хочет замуж. Для Марии все должно быть конкретно. Марии 22 года, просто так она свою молодость и красоту не будет на вас, так сказать, тратить. Поэтому с ней должно быть все конкретное. Если у вас появится взаимная симпатия, влюбленность и так далее, голову морочить она вам не даст. И до свадьбы тоже. Я, в принципе, готов. Вас устраивает такая позиция? Меня не то, что устраивает, я просто готов спасибо сказать, как бы, родителям, что так воспитали, уберегли ее вот от этого вот силового. Тогда загадывайте желание. Да. Сжимайте ромашку. А я вот пока сжимаю. Мама, вот вы мне скажите, я правильно понимаю, что у нас Станислав работает управляющим в детском центре? Да. Как он в 18 лет умудрился купить дорогой автомобиль, а в 24 квартиру? На самом деле это вообще все удивлялись. Дело в том, что у нас есть семейные легенды, как я ее всем говорю, что он с 4 лет богатый, я у него всегда занимала деньги. Вот молодец, да? А покажите-ка нам лучший сюрприз. А покажи. Смотри, твой инвестор. Слушай, а ты ему ничего не продавал? Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был для тебя одной. Их так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю тебя до слез, каждый вздох, как в первый раз. Вместо лжи и красивых фраз, это облака из роз. Да, немножко, может местами, конечно, он не в тему чуть-чуть, но это мелочи. Наши ложи застилю, я люблю тебя до слез, без ума люблю. Спасибо, мой дорогой. Ты видишь, и надо нормальный, молодой, хороший, энергичный, и все. Просто мужик. Да, мужик ей нужен. Мне он очень понравился. А вам? Хороший, молодой человек. Ну, мне кажется, вот для Маши стерженька у него какого-то нет. У какого стерженька? У него стержнище, вы что? Стержнище. Мне кажется, мама просто думает, мы с ней считаем. Нет, в фоне характера. Он как-то мягковат. А вам нужен русский мужик, который по позвонку с утра, да, и будет она у него летать мухой по квартире. Не мягковатая. Ну, нет, может быть, из-за песни показалось. Квартира, машина, папа, врач. Деньги знает, как заработать. Рад, что целомудренная, невинная девочка у нас. Спасибо родителям, понимает это. Господи, да его хватать руками надо и бежать. Конечно. Роза за меня. Да. Это самое главное. Хочу сказать, что, во-первых, желание Станислава сбудется, если он будет полегче и проявит творческий подход и изобретательность. По характеру парень очень серьезный, очень целеустремленный козерог с Марсом-Стрельце, но водолейская Венера. Такие мужчины в отношениях холодноваты, и не только кажутся, они такими являются. То есть он не фонтан страстей. И женщина нужна, чтобы она была, но чтобы она как бы не мешала идти к своим планам. Василиса, да, в точку сказал. Но Василиса всегда в точку говорит. Знакомьтесь со вторым женихом. Удачи. Привет. Привет. Ничего себе. Это тебе аккуратно. Спасибо. Слушай, ну ты очень очаровательная. Спасибо. Пошли, я могу спуститься. Максим, 36 лет. В прошлом тренер по боевым искусствам. Сейчас работает риэлтором в крупной компании. Катается на горных лыжах, занимается рукопашным боем и фитнесом. Любит рыбачить. Гордится званием «Учитель года». Предупреждает, что работа для него всегда будет на первом месте. Максим увел свою будущую жену у приятеля, но как только брак дал трещину, она сама подала в суд и упорхнула к бывшему ухажеру. Здравствуйте. А вот такого ребенка хорошего. И он ее взял потом с ребенком от вас? Да, в Москву, да, они уехали. Ну, сам по себе, конечно, он интересный человек, но только не для этой невесты. Я не подошел бы, да. Мне, да, подошел. Вы поняли, что она грустит и что она сожалеет, что ушла от бывшего? Спустя год, когда я поставил цель купить квартиру, я устроился, получается, по профессии. На семь работ одновременно, три трудовые книги. И, соответственно, день с семи утра до, получается, до почти двенадцати ночи, там целый кусочек миров. Фигура здесь, Фигура там? И да, и в субботу и воскресенье. А она у меня молодая, красивая, энергичная, очень красивая. Ну и вы тоже молодой и тоже непоганый. Квартиру купили? С квартирой очень хороший вариант получился. Мне, помню, у нас Алексей пригласил у меня управление образования. Говорит, Максим, ты там стал у нас учитель года, ты то сделал, ты это сделал, ты молодец. И мы решили премировать, ты получаешь у нас квартиру, тебе нужно принести свидетельство о рождении ребенка, тебе нужно принести паспорт. Вот как только вы документы все принесли? Я ему сказал, говорю, а можно, говорю, все, только без штампа, что я еще женат. Я уже в разводе. Но это случилось ровно через месяц. Я как бы к цели своей пришел за два года, но не реализовал, потому что уже завелись. Человек немножко ведет себя, возможно, прямолинейно очень. Кому-то это, наверное, нравится. Самовлюбленность есть. Но для меня это, наоборот, отрицательная черта. Она уехала с ребенком, ведь не просто так, к бывшему, к своему. Значит, все то время, что вы были женаты на своей девушке, тот бывший за зноба у нее был в сердце. Она о нем думала, она с ним переписывалась, по-другому быть не могла. Сейчас они живут вместе, он относится к моему ребенку лучше, чем, наверное, к своему относился. Я не знаю, я смог бы так или не смог. А потому что у них любовь друг к другу не проходила. Она изменила тому парню с вами. Ну да. А теперь она вернулась туда, кто и по судьбе. Сколько сейчас ребенку лет? 14 лет. Смотрите, Мария против. И родители мужчины, у которого прошло и ребенок. У меня уже пазлик так складывается немножечко. И уже ничего, что в отцы практически годится. Раз, что ребенок есть, два, уже и родители потеплели. А я еще... А темно взятая история. Зачем ей вот этот вот мужчина с каким-то грузом? Дочь, бывшая жена, любовница и так далее. Она молодая, ей хочется других, мне кажется, развлечений. Дом хотите построить в Сочи для своей мамы и дочки? Имеется в виду для бывшей жены, да? И дочки. Или для мамы... Мамы. Вы такая романтичная. Но смотрите, давайте сделаем так. У меня идея... У меня практичный, романтичный, мне еще и так никто не обзывал. Сейчас у меня есть такая грандиозная цель, это не мечта, а цель взять у меня, построить, взять землю, построить тонхаус на пять секций. И по каждой секции, чтобы в одной секции у меня жили родители. Во второй, ну я зарабатываю, я же не бездельник. Во второй секции, чтобы у меня жил брат с женой, там сейчас с ребенком. В одной секции, чтобы мы как бы мы жили с семьей вместе, но не вместе. Вот так вот. У меня сейчас такая цель есть. А мама? Скажите, а кто Алина вам? Алина у меня коллега по работе. Алина в тонхаусе жить не будет. А что это у нас за кружечки такие? Это кружки, это я принес вам. Был вариант взять все цветы и сделать как 99% мужчин, которые приходят на передачу. Но я решил, чтобы оставить... Себя подарить. Да, себя. Я считаю, вот если честно, вот давайте вот прям, я конечно знаю, что сейчас это мне прям мне в обратную сторону ударит по голове и очень жестко. Но если честно, вот мне вот, моей коллеге по работе, не надо соврать, вообще я желаю каждой девушке в России вот такого парня, как я. Чтобы он был самостоятельный, чтобы он его ценил, уважал. Только вы не парень уже, вы уже мужчина. Слушайте, Максим, вот вы думали, как я, замужняя женщина, могу прийти домой с кружкой? С кружкой? Он будет вспоминать, пить чай вместе, если он на это рассчитывает. Сюрприз? Да. Ну, выходим. Я уже помогу вам. Что я должна делать? Мне страшно. Ты ничего не должна сделать. Сейчас я не помню, где у нас здесь в зале сидит регистратор, который нас зарегистрирует. Сейчас прямо разбежался. Да я шучу, шучу, не теряйся. Смотрите, у меня есть хобби, наверное, единственное, которое я могу позволить себе раз в неделю, это я могу сходить на рыбалку. Поэтому мы сейчас с тобой сходим на рыбалку, попробуем что-нибудь поймать. Ты мне лучше расскажи, как учителем года стать, а не рыбку вытащить. Рыбалка. Да, ну для тебя как бы, да, не для девочки 22 года. Мне хорошо, да. Давай, присаживайся. Себе получше стульчик выбрал, мне какой-то... Нет, он у тебя более надежный. Я старше тебя уже, понимаешь, косточки-то не те уже. Себе, давай, мы с тобой закинем удочку, а ты попробуешь что-нибудь поймать. Я в детстве ловила рыбок много, меня папа, да, вывозил. Попробуем закинуть. Вот сейчас, вот видите, он там где-то клюет. Ух ты, блин. Вот так, челки, девочки. Нет, неправильно. Другой ручкой. Как я хорошо доброся. Ловись, рыбка. Класс. Большая и маленькая. Да, вот так, смотри. Клюет, клюет что-то. Папа, извиняюсь, не помню, как вас зовут. Можно мне немножко показать, то получается, я не могу. Обнять хотите? Да, я не хотел, обнял бы. Вот так, раз. Вот так, два. И теперь, теперь, теперь крути. И вверх вот так вот. Ой, очень тяжелое что-то. Ну так, давай, давай, здесь подтягиваешь. Давай, 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 давай. Ой, клюет, уже пошло, 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 пошло. Это что такое? Купаньки. Кубышки, что ли? Уже сразу заупакованы. Ну, конечно, да, девушка не рыба, чтобы на крючок ее ловить. Но это главное, чтобы не зацепил. Давай, давай, тяни, 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 тяни. Так, вот так крутить, крутить. Что-то там такое очень интересное. А-а-а, ничего себе, это со дна морского. Практически коралловые. По свету очень подходит, кстати. Вас это украсило, оживило. Ну, конечно, в силу возраста он умеет все вот эти вот приемы. Я думаю, родители это должны отпугнуть. То есть поет ей, поет в уши. Обычно рыба долго клюет. Да, она уже, да, надо подсекать, раз. Да, да, и вытаскивай. О-о-о, ничего себе, это прям... Ну, надеюсь, это тебе посидон-баклал, дима. Посидон. Вам огромное спасибо. Дайте нам теперь возможность вас обсудить. Уходите в комнату свою. Ну, молодец, на самом деле, девчонка. Бусы поймала. Ей не нравится развлечение. Это уже... Они нашли общий язык, мне кажется. Александр и Антонина. Ну, я скажу, вроде бы достойный молодой человек. Ну, тут несколько факторов. Ребенок, конечно, вроде бы. Маша как бы немножко другого придерживается мнения. Ну, и так же я вот считаю, что два учителя в семье, это многовато очень. Вот такие тетради на любое время не будет. Он уже риэлтор. Он стал учителем года, и все, помахал ты профессией ручкой, пап. Слушай, я считаю, что надо было сказать, что ты еще и чемпион Европы по рукопашному бою. На самом деле он... Что у тебя не только, что у тебя побед куча, блин. Ну, как бы, этим надо было рассказать. Но он предоставил так мало фактов и рассказал всю правду. Посмотрите, как ее зацепило это. Обходительный он умеет. Опытный. Да, опытный. Конечно, здесь ничего не скажешь. И знаете, Мария не смотрелась рядом с ним такой припевочкой, которая ему в дочке годится. Они, в общем-то, Марии ведь тоже выглядят старше своих лет. Согласна. Ему нужна женщина серьезная, системная, настоящая хозяйка. Нелегкая девочка-свистушка, а та, которая за него многое спланирует, все дома по полочкам разложит, который будет держать его планы в крепком кулаке. Мне кажется, они немножко тебя не поняли, о чем ты хочешь сказать. Не-не, нормально, нормально. Вообще-то все было идеально, мне кажется. Должна сказать, что, к сожалению, желание Максима в том виде, в котором он загадал, не сбудется. Но может сбыться, если он как бы переформулирует его или другую цель перед собой поставит. Но вот в этом виде, к сожалению, нет. Но у вас еще есть один жених. Знакомьтесь, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мария, привет. Привет. Меня зовут Владислав. Надеюсь, в этот праздник эта встреча будет судьбоносной. Я рад с тобой в знакомстве. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень рад. О-о-о! Владислав. 30 лет. Айти-специалист в спортивной организации в Сочи. Гордится медалью по рукопашному бою и тем, что умеет класть паркет. Летом катается на велосипеде по побережью, а зимой на сноуборде в горах. Признается, что терпеть не может девушек за рулем. Владислав узнал, что у его возлюбленной двое детей только когда переехал к ней жить. Однако не дети стали причиной расставания. Надеется, что Мария будет с ним честна. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, отчаянная девушка была. Где вы такую нашли? А это был такой небольшой курортный роман. Я же из Сочи. Мы познакомились на набережной в Сочи. Она мне предложила, говорит, поехали со мной. Я, конечно, немножко так сначала растерялся. Думаю, да, почему бы и нет. Какие вы курортные парни сговорчивые. Ну, во-первых, без цветов он вышел сразу как-то и полез целоваться. Она девочка не целованная, как он сказал. А он и руку, и в щеку, и не знаю. Сели мы в самолет, едем мы уже в Питер. Я узнаю в самолете, что у нее есть двое детей. Две девчонки, близняшки. Конечно, немножко растерялся, но подумал я... Вот молодец, да, отчаянная. Нет, она правильно, она ему сказала в самолете, чтобы он спрыгнуть. Вариантов никаких. Да, это было... Высо, что она живет с мамой, да, вы поселились у нее. Да, мы приехали туда. Это трехкомнатная квартира. Они с первым чем-то очень похожи по энергетике, по харизме. Я думаю, что уже все решено. Мне кажется, ей живой нужен все равно. Мне кажется, она не сможет. А что, мать-то ее, чем вы ей не пришлись? Молиться должна была она у вас из урака. В принципе, как история такая, что... Да, с тещей немножко сначала как-то... С девочками сколько было? Девочки по три годика, близняшки. Ну, она вам ни разу не теща еще была, а просто мама вашей бабочкой. Да, это был мой, на самом деле, первый опыт совместной жизни, поэтому я внимал всю эту семейную жизнь, как, скажем, фит-волкогубка. Нячился, прикалывался с девчонками, игрался, было весело. Немножко, да, с тещей мы не нашли изначально. А вы что она придиралась? Чем вы ей не понравились? Это были, знаете, так... Ни о чем пустяки там, а тарелка не там стоит. А работу нашли? Деньги-то приносили? А первое время у меня были деньги, я их там за месяц зарасходовал, потом устроился на работу, конечно же. Я, в общем, сложности где-то около года прожил в Питере. Потом поехал к себе на родину. Да, я мотался. Замутил там романчик. Есть такое дело. С бывшей со своей. Парень и парень, обычно. Ну, я не объективна. Ты мне, конечно, больше всех нравишься. Квартира у вас в Сочи есть, я как поняла. Машина, девятка, велик и сноуборд. Вишневая девятка. Это в девяностых вообще было классикой. А, ну извините, вишневая девятка. Вишневая девятка. Ну, устраивает, да, в принципе, есть куда невест привезти. Парень, нет, есть, конечно, своя жилплощадь. Есть велик. Родители, родители. Велик, главное, у нас велик есть. Вы же хотели активный образ жизни? Вот, пожалуйста. Местерам. Я не могу сказать. Я не могу сказать, что это... Местерам, зимой на сноуборде, летом на велосипеде, море, пляж. Не узнала? Нет, нет, такого. Я думаю, я уже на грабли в два раза наступать не буду. Сделал выводы из ситуации. То есть вы будете бороться-то, я вот не пойму никак. Девушка прекрасная, мне симпатично. Тут уже ответная реакция. Если какая-то будет, то... Нет, нет, ну понятно, что ответная реакция. При Данова нет особо никого. Как он там говорит, машина у него девятка, да, она там стоит 10 тысяч рублей. Не знаю, надо нас брать. И квартиру я эту предоставляю с обшарпанными обоями. Я знаю, что вам нужно подготовить для сюрприза. Да, мне немножко нужно подготовиться. Я сейчас... Пожалуйста, сделайте это по-быстрому. Хорошо. Александра Антонина, как вам парень? Ну как, вот... Мне кажется, он действительно какой-то избалованный женским вниманием. Конечно, симпатичный молодой человек. Послушайте, кто безумств не совершал в молодости, тот не был молодым просто. Все, все, все. Нет, мне даже улыбка пропала. Глазами начала все бегать. Если к вам попадет в семью, да, то есть вот и вы его вовлечете в свои семейные традиции, четко объясните, что от него требуется, дадите ему тепло, понимание. Вот как вы же... Я же вижу прямо, вы при муже. Вот оно же видно, что вы при муже. Вы даже укусили меньше, чем... Потому что видели, сколько он... Это здорово. Вот сориентируйте, хорошим мужем будет. Красавчика. Красавчика сложный мужчина и сложный будущий муж. Потому что он, с одной стороны, ищет себе женщину выдающихся качеств для себя, но потом так внутренне устроен, что будет искать червоточину и пункты, по которым женщину легко критиковать и сам себя расстравлять. Но, в общем, очень страстная натура. Я считаю, что вы, как человек, желавший активного мужчину рядом, вот он пока из всех троих самый активный. Сейчас еще посмотрим, какой сюрприз будет. Ну, если у него машина девятка, соответствующая сюрприз. Машина – это не главное, на самом деле. Маш, я знаю, у вас есть небольшой садовый участок. Я думаю, золотые руки вам пригодятся. Подходи ко мне. Заодно я... Заодно я тебя прокачу по уголкам семейной жизни. На телеге кататься будем? На телеге. Немножко прокатимся. А мы как раз пройдем небольшой квест. Как это все могло бы... Слушайте, я думала, принц на белом коне покатает. А тут на телеге. Я уж не знаю, соглашаться или нет. Маш, кому тут 30 лет, я не понимаю. Аккуратненько. Вот, все, погнали. Сейчас развернемся, поедем. Слушайте, уже начинает нравиться. Сабя, это у нас фата. Это основной праздник, принцип семейной фотографии. Ананасик. Ананасик. Ананасик, это же мой экипийский. Это острова. Путешествие символизирует... Ой, а можно мы же не замуж? Можно, можно, можно. Давай, давай. Ребеночка, ребеночка пропустили. Ребенка в кустах взяли. Обязательно, обязательно атрибут семейной фотографии. Хорошо, он будет слушать ананасик. Ананасик. Погнали дальше. Опа, аккуратненько. Едем, едем. Стыльчики можно рулить. Ну это жесть. Так как такое придумать можно еще? 22 года. Ну за фантазию 5. Нет, ну парень молодец, старается. Оригинально. Руль, руль, машина нам пригодится. Это чтобы я рулила в семейной жизни. Да, обязательно. Ты умеешь водить, кстати? Конечно, мы сейчас все посигналим. Едем дальше нас еще. Ой, мы еще стоим. Реквизит нам не решайте, пожалуйста. Едем дальше. А вот здесь у нас ключики. А вон там они, вон там я уже присмотрела. А, ключики мы положили. Сдаем назад, задний ход, задний ход. Ой, ключики нашли. Ключики нашли, автомобиль. Ура. Денежки, денежки пригодятся. Ой, какие-то ключи. И денежки давайте все сгадим. Все, у нас полный набор. Это во вкус вашего. Зато весело. Вот она под конец смеется. Ну, я думаю, в однокомнатной квартире ей не весело в девятке будет потом. И к родителям, к родителям. К родителям, хорошо. Пап, принимай. Нет, посадите, он меня посадил. Вот теперь вот это вот все нужно. Аккуратненько. Подожди. Аккуратненько. Папа, что бы я без тебя делала? А руль себе. Это вам, денежки. Маме. Маме. Всем. А сама буду у руля. Красивая. Красивая. Загадывайте желание. Владислав. Владислав, вы нас просто удивили. Спасибо вам. Нетушки, время и стекло ваше. Теперь в своей комнате дожидаетесь. Аккуратненько. Ну, только загадывайте. Ну, со страстью пожмакали, да. Могу сказать, что это тот случай, когда желание сбывается в крайнем случае. Дорогие женихи, выходите на последнюю финишную прямую. Только я решу, кто из вас будет достоин такой красивой молодой девушки. Выходите, женихи наши. Так. Нет, я честно отрабатываю просьбе. Мне сказали, делай гадание, делай. Вставайте, вставайте. Задание будет просто на ловкость рук. Сейчас вы сами все поймете. А-а-а. Так, первый, первый, они кусаются. Уйди, Роза, они боятся тебя. Есть это? Ух, да, слава. Он кусается? Гуси, гуси. Первый пошел. Первый, первый. Да, да, да. Второй пошел. А-а-а. Поймай гуси, я так понимаю. Второй пошел, второй пошел. Так. Третий пошел. Третий пошел. Пошел к сверху. Не боюсь. А теперь ловите, не боюсь. Поймай первой. Кто ты будет ловить, ловить? Не, ну погнали, все, поймаем. Давай, 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 давай. Мама, я боюсь. Давай, не, не спрятались. А-а-а. Пошла, 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 пошла. Пошла. Давай. Не боюсь. Я боюсь. Опа. Он один есть. О, ты посмотри. Зачем же ты и про... Ну и так, ребят, мы полетаем. А-а-а. Все, я боюсь. Тихо, тихо. Папе, папе отдаем. Все, поймаем. Куда отдаем? Ну что, отпустил? Давай на сцену, давай на сцену. Пошел на сцену. Вот у нас. Все, все, все. Все, иди. Надо всех поймать. Давай, всех лови. Не надо, не хочет он. Не надо, не хочет он. Надо, надо. У нас остается два победителя. Максим самоустраняется. Да. Он не любит. Я делаю его мамочка. Роза, я тебе этого не прощу никогда. Друзья мои, я считаю, Маша, мы гусей не перекричим, поэтому идите уже, ступайте и к тому, кого вы выбрали. Горько! Лето ярких ощущений продолжается. Давай поженимся счастье по наследству. Такое сыграть нельзя, вот такое счастье, как у Аллы сыграть нельзя. Два поколения встретятся. Мама с папой вложили в нас всю любовь, заботу. Готов спасибо сказать родителям, что так воспитали, уберегли. Родители раскроют свои секреты долголетия в браке. Он встает очень рано, поэтому завтрак – это его дело. От души живем здесь, от души гуляем. Кто приходит в гости, всех мы принимаем. Расскажут, как справиться с изменами и разлукой. Если любит, то значит простит. Старшее поколение докажет, что женатые счастливее холостых. Мне кажется, что это история любви, о которой просто мечтают все супруги. Смотрите с 3 июля. День семьи, любви и верности. Мы не знаем, выйдет Мария одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее поддержим. Их, Маша, Маша! Очень вы меня расстроили, честно. Вот прямо, знаете, аж настроение испортилось. Да, у нас сегодня нет пары. Если и вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Может, передумайте еще, а? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!